Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео будем разговаривать про ребаланс средних танков, который тестируется на супертесте. Это я уже второй раз пытаюсь записать этот видосик, потому что первый вышел на 35 минут, но я решил вас пожалеть, поэтому будем концентрировано говорить про то, что случилось с танчиками, а точнее, скорее всего, с ними случится. Итак, начнем с СТБ-1. Это первая моя ветка, замечательный танк СТБ-1, который устарел практически сразу. Ну, не практически, но геймплей у него был довольно-таки интересный. Танк ближнего боя, который игрался через рельефики. Больше этот танк ничего не мог. У него очень коревая пушка, и по факту единственное, что ему надо было апнуть, это стабилизацию и бронирование лба башни. Все, больше этот танк ничего не требовал, никаких изменений, кроме этих двух вещей. Разработчики решили, что этот танк нужно сделать максимально ближнего боя, поэтому они ему из нужного апают бронирование башни и стабилизацию. Причем стабилизация по циферкам написана лучше, чем у Леопарда, хотя это что-то сильно жестко. Но посмотрим, если у него стабилизация хорошая, бронирование башни хорошее, то это все очень замечательно. Также ему апнули удельную мощность, движок, скорость назад на 5 км, но понерфили скорость вперед на 5 км. Зачем, непонятно, поскольку танк и так не обладал какой-то сверхскоростью, но 48 км еще остается и окей. Также еще вращение башни, корпуса, замечательно. Пробитие основным снарядом ему сделали 232, при том, что и так было не сильно большое. 248 было, сделали 232. В принципе, я не знаю, зачем трогать пробитие, еще уменьшили скорость полета снаряда. Также ему еще альфу сделали вместо 390-360. Ну и в целом танк получается тупо для ближнего боя. Там еще по мелочи, там что-то 50 хп ему накинули, скорость сведения улучшили, и теперь 2 секунды. Ну и понерфили разброс, сделали 0.37. Единственное, с чем я не согласен, это с пробитием. Даже то, что понерфили, там скорость вперед, там что-то еще 10 метров обзора отрезали. Скорость полета снаряда совсем можно смириться, кроме одного. Пробитие на 10 уровне 232, это худшее пробитие, это просто мусор. 248 было нормально, это все равно не топовое пробитие. А так, все изменения довольно-таки интересные, и танк скорострельный с альфой 360 будет очень сильно драконить в ближнем бою, сбивать катки, там наносить по несколько выстрелов за один выстрел врага, но не во всех случаях можно будет реализовать уменьшенную альфу и быстрое КД. Поэтому в некоторых ситуациях обновленное СТБ будет просто разрывать, в некоторых ситуациях вы не сможете вообще подлезть под врага, потому что будет очень тяжело. В принципе, я понимаю, куда двигается геймплей этого танка, все замечательно, но пробитие 232 на СТ-10 я не принимаю, это бред. Также они еще собираются там потрогать остальные танки этой ветки, восьмерку, СТА-1, СТА-2, ну и посмотрим, что они из этого сделают, позже новость об этом будет у них. Следующий танчик Леопард-1, Леопарду наоборот апают пробитие, оно без того было 268, а будет 278, плюс еще апнули скорость полета снаряда и будет 1613, то есть этот танчик будет стрелять ББшками, причем очень быстрыми, с огромным пробитием, еще и альфу ему апнули, альфа будет 420, и это будет вообще офигенный снайпер, также ему еще апнули стабилизацию, точность 0.29 будет, и сведение 1.7, это просто будет пушка, пушка просто космос, она и так офигенная, это очень прикольно, но пробитие голдой ему нирфанули, тем более это будет подкалибр 315, и он пригодится, как ни странно, только в ближнем бою, поскольку на дали подкалибр очень сильно теряет пробитие, и это будет помойка, по сравнению с пробитием ББшкой 278, подкалибр 315 смотрится не очень, но вблизи можно чуть-чуть ими пострелять, но они теряют свою актуальность, и здесь пробитие голдой четко, как-то вообще не смотрится, хотя бы 320 или 325 было бы нормально, при том, что этот танк и так очень тяжелый, он тупо большой и просто дырявый, по броне ее просто нету, также это еще будет самый быстрый СТ 10 уровня, максималка вперед 70, в принципе с Леопардом более-менее согласен, немножко голду зря они так сильно ее покусали, можно было бы помягче, также что-то они там мутся, хотят еще когда-то переделывать, и я так понял, всю ветку СТ-шек вместе с десятками, они все тоже будут переделывать, ну я думаю там какие-то пушки, может поменять циферки, опять посовывают, в принципе будет примерно то же, что и с десятками они сделали, следующее, АМХ-30Б, здесь просто без слов они взяли и сделали то, что танк представлял из себя ранее, они просто ему апнули пробитие до того состояния, которое было и обычным снарядом 264, и голдой 330, ну еще там точность ему подкрутили, которую раньше понерфили, в общем в принципе они тупо танчик понерфили, а теперь тупо апнули, что там происходит с этими людьми, которые игру разрабатывают, сказать очень сложно, поскольку они сомневаются, что когда-нибудь в жизни договорятся между собой, что они вообще от игры хотят, поэтому мы видим такие конченые изменения, которые делают танк сначала понерфленный, потом возвращаются в то же место, где и был. Ну и подходим к нерфу уже, к полному, это объект 430 и объект 430У. По поводу объекта 430, абсолютно не согласен, что нужно ему вообще что-либо нерфить, или что-либо апать, мне кажется этот танк вполне сбалансированный, для некоторых этот танк не очень, для некоторых нормальный, кому-то нравится, в принципе считаю этот танк вполне сбалансированный, в меру бронированный, в меру у него пушка, но и не лишена она и минусов, ему берут просто, нерфят ДПМ, нерфят стабилизацию, делают сведение 2.7, еще и нерфят скорость поворота башни, еще и 50 хп забирают. Ладно, я соглашусь там со всем остальным там, ДПМ забрали, хорошо, скорость поворота башни, нафиг не надо, прочность 50 хп, да бог с ним, сведение 2.7, вы издеваетесь, пушка и так кривая, еще и стабилизацию нерфанули, ну это просто бред, не понимаю, зачем этот танк не надо трогать, абсолютно не надо трогать. Ну и объект 430У, типа имба, типа понерфили, те же самые изменения, ДПМ на 260 единиц отрезали, стабилизацию понерфили, и время сведения 2.7 сделали, такое же как и у девятки, понерфили сведение на 4 десятых, это просто жопа, скорость поворота башни тоже понерфили. Как по мне, вот таких танков, как 430У, они имба, потому что у них нет уязвимой зоны, вообще никакой. Но делать их отвратительными, тому человеку, который на нем сидит, ну это просто, тоже не очень. То есть, и тот человек, который на этом танке будет играть, будет бороться с этим сведением 2.7, и кривущей пушкой, его будет тошнить. И человек, который играет против него, тоже будет ему неприятно, поскольку танк никуда не пробивается основным снарядом. Как по мне, разработчики здесь абсолютно плохо поработали, с объектом 430У, и с объектом 430 тем более. Что можно в целом про всю эту ситуацию сказать? Что у разработчиков время идет, а шаблоны, по которым они баланса танки не меняются. Они выпускают имбу, люди их выкачивают, и когда много людей выкачало, они ее нерфят. Недовольных людей становится все больше, а шаблоны у разработчиков не меняются. А онлайн постепенно, ни разу не увеличивается. Вот так и работаем. Вот такие вот изменения, с чем-то я согласен, с чем-то нет. Пишите ваше мнение в комментариях. С вами был Варчик, играйте красиво, пока. Субтитры сделал DimaTorzok